Всем большой привет! Сегодня по вашим многочисленным запросам покажу и расскажу о своей коллекции парфюмов, поэтому кому интересна эта тема, оставайтесь со мной. Итак, первый парфюм в моей коллекции это Иф Роше как явность. Однажды я в него влюбилась. Он весенний, такой сладострастный, это парфюм предвкушений и сладких свиданий. Он создан для более интимных моментов, скорее аромат для двоих, который растворяется в воздухе, окутывая вас чарующим и богатым шлейфом откровенной страсти. Далее самые окутывающие ароматы ванили из Зара. Сам аромат текучий, сладкий, плотный, может несколько плосковат для кого-то, но я обожаю ваниль, мне очень нравится, особенно для зимы, когда хочется тепла и уюта. Далее самый необычный аромат от Кельвин Кляйн из К2. Соблазнительный аромат лолиты. Молодость, оптимизм, радость и счастье. Ему присущи все. Кельвин Кляйн не задушит сладостью, не зальет свежестью, в нем царит гармония и беззаботность. Аромат унисекс. Волшебный, классический, нежный, спокойный, стойкий, шлейфовый. Это аромат Хлоя. Вы можете пытаться выглядеть строго, но не с этим парфюмом. Он очень поднимает мое настроение и делает все вокруг уютным и добрым. Шлейф у него просто потрясающий. Я редко накажу такие духи, которые слышу не только я и те, кто рядом со мной, но и окружающие. Чем пахнет женщина, которую ждет успех? Наверняка парфюм от Шанель для меня аромат сладкий, с еле уловимой ноткой свежести, которая очень сильно начинает щекотать все внутри, если глубоко вдыхать, и в нем действительно ощущается что-то дымчатое. Мне кажется, этот аромат мог быть похож на молодую Шанель, которой только-только выпадает шансом начать дорогу своего успеха. Аромат сладости и волшебства. Все это маленькое черное платье. Самый очаровательный аромат в моей коллекции. Это запах вкусной женщины, женственный и многогранный аромат. Очень красивый и глубокий аромат, чуточку наивный. Поднимающее настроение, оно одновременно домашнее, умиротворенное. В моих представлениях это камин, разные кресла из массива, клетчатый привет, романтическая музыка, бокал вина и любимый рядом. Today. Это, пожалуй, лучшее, что есть у Avon. Он узнаваемый, ненавязчивый, теплый, пряный, свежий одновременно. Качественный масс-маркет, глубокий, насыщенный аромат, прекрасный шлейф, приятный аромат, приятный устойчивый запах. Но он такой однообразный. И, конечно, носить его каждый день я, честно, устала, уж больно узнаваемый. Далее идет мой любимый летний аромат. Это нежность, свежесть летней ночи, цветы жасмина в одном флаконе. Довольно приятный аромат, красивый флакончик, нежный, свежий. Для меня беззаботное летнее солнышко, беззаботное лето, свежесть летней ночи, после дождя. Все это в красивом флакончике. Еще один парфюм от Guerlain и любовь с самого первого затеста. Этот аромат определенно волшебный. Любите природу? Хотите безмятежности и отличного солнечного настроения? Тогда этот красавчик ваш достойный спутник. Красивый флакон, нереально вкусный, оригинальный, отлично подходит на весну и на лето. И, наконец, парфюм Ariflame Giordani Gold. Приятный и сложный аромат для уверенных в себе дам, взрослых дам. Оставлю его для зимы. Этот аромат звучит очень солидно, сдержанно, приятно, не имеет сблизения тяжелых нот. В нем гармонично сочетаются шифоновая легкая свежесть и теплый аромат гиацинда с депторином. Также у меня очень много миниатюр, пробников, которые очень удобно брать с собой в сумочки, в косметички. Благодарю вас за просмотр, за ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про мой второй влоговый канал. Все ссылочки будут внизу в инфобоксике. Всех целую, обнимаю, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»